Доброе утро, мы продолжаем. Завершение года все ближе, а значит самое время аналитикам делать прогнозы на 2021 год. Самое время пришло, да. Представители торговых сетей считают, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией россияне массово не поедут за рубеж или на отдых в другой регион страны. Поэтому охотнее будут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории. Да, в предстоящие праздники впервые за последние 10-20 лет граждане проведут вот так вот много времени дома. Покупки будут в меньшей степени носить импульсивный характер, а станут более спланированными. Однако россияне расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов мясной и рыбной гастрономии. То есть тех, которые они охотно употребляют при встрече Нового года за рубежом или в ресторанах. Ритейлеры ожидают рост спроса на кофе, крепкие напитки, а также на праздничные товары, пиротехнику, товары для дома и, что самое важное, чай. Кстати, выбор чая не самое простое дело, ведь сложно разобраться в многообразии сортов. О тонкостях этого напитка поговорим с нашим гостем. У нас в студии диетолог Ирина Мороз. Ирина Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите нам, откройте тайну. Все-таки сортов чая довольно много. Как в них разобраться, там, чайнику в мире чая, если так можно сказать? Может, есть какая-то инструкция? Какой интересный каламбур. Действительно, это далеко не тайна, что сортов чая огромное множество. И разобраться в них непосвященному человеку действительно очень трудно. Этому можно посвятить массу времени, чтобы, так сказать, освоить все нюансы и тонкости. Не только чайной церемонии, но и выбора чая. Если говорить просто, вот для нас, что важно понимать? Что в основном чай делится по каким признакам? Это по стране происхождения. Мы знаем китайский чай, индийский чай, африканский чай. Даже русский чай тоже имеет место быть. Это по месту происхождения, по способу или по уровню ферментации. Вот то, что чаще всего мы с вами с чем сталкиваемся. Это чай черный, это самая высокая степень ферментации или окисления. И дальше идет уже по убывающей. Чай зеленый, желтый, белый. Это все чайный куст. Отличается лишь вид чайного листа, либо чайный лист верхушки, либо уже чай с небольшими росточками, либо чайные почки, либо чайные бутоны. И степень ферментации. И вот это все дает огромное разнообразие сортов чая, плюс еще регион выращивания этого чая. И поэтому мы с вами получаем большое разнообразие, плюс отдушки, добавление каких-то цветов, фруктов. Мы получаем фруктовый чай, ароматизированный чай. Мы можем видеть чай, который называется купажный. То есть, когда идет какой-то сбор трав, цветов, и плюс какой-то чай, вид черный и зеленый, добавлен. И степень измельчения чайного листа. То есть, это когда чай байховый, цельный лист, бывает крупный, средний. Чай прессованный, чай гранулированный и чай экстрагированный. И в пакетиках еще. То есть, когда экстраг чай. Ну, вот гранулированный и пакетированный. Ирина Ванна, ну, понятное дело, очень много сортов, в них очень много можно разбираться, обсуждать. А вот вы нам скажите, вот какой сорт чая лучше всего подойдет для того, чтобы пить утром, чтобы взбодриться, и вечером, чтобы спокойно отойти ко сну? Тоже идеального рецепта нет. Здесь во многом вкусовые пристрастия. Кому-то нравится черный, кому-то зеленый. Люди договориться не могут. Каждый отстаивает свое и говорит о том, что чай самый лучший. Это действительно так. По степени тонизации зеленый чай бодрит даже больше, потому что кофеина в зеленом чае больше, несмотря на его такой светлый цвет при заваривании этого чая. По степени воздействия на организм тоже по-разному, потому что мы все разные, по уровню, скажем, активности нервной системы мы тоже разные, и восприятие чая будет разным. Единственное правило – к вечеру не заваривать себе крепкий чай в больших концентрациях, то есть крепко заваренный чай. Если вы вообще, скажем так, человек с лобильной нервной системой, легко возбудим, это тогда вечером, может быть, лучше вообще использовать травяные чаи, либо черный и зеленый чай с добавлением трав, либо фруктов. Ань, ты записываешь там, да? Я запоминаю, у меня память-то хорошая. А вот расскажите, в чем вообще заключается польза чая? Или это тоже как-то от сортов зависит, что у каждого сорт свои уникальные свойства? Конечно, нюансы, тонкости каждого сорта чая есть, безусловно, но это во многом зависит от сорта чая, от его качества, от хранения этого чая. На что бы я хотела обратить внимание, когда мы принимаем решение, какой чай нам купить, выбрать для себя, никогда не покупайте развесной чай. Даже если он хранится в каких-то жестяных банках, закрытый, потому что процессы порчи чая, они в этом случае протекают гораздо быстрее, чай продолжает окисляться, и вы никогда не знаете, сколько он стоял в этой банке, в общем-то, на прилавке. То есть, грубо говоря, нужна какая-то упаковка, в которой... Конечно, герметичная упаковка. ...минимум воздуха и еще срок годности напечатанных. Это обязательно, когда мы берем чай, мы смотрим срок годности и герметичность упаковки. То есть, если это чай рассыпной, чай листовой, то это фольгированный пакет, потом уже он помещен в какую-то фирменную упаковку, либо это пакетированный чай, который лучше всего, если каждый пакетик в отдельном фольгированном саше. Так, мы с вами уже говорили о двух типах людей, которые не могут никак договориться. Вот эта вот гражданская война между любителями черного и зеленого чая. Также часто встречается битва между теми, кто пьет чай с сахаром и чай без сахара. И также друг друга эти два клана не понимают. Все-таки наличие сахара в чае, это как-то влияет на его полезные свойства? Может быть, это хуже пить чай с сахаром или, наоборот, лучше? Это лучше с сахаром, чай, это замечательно. Я просто на стороне этих людей. А я на противоположной. Ну, конечно, диетологи возглавляют партию любителей чая без сахара. Да. Да, потому что чай с сахаром, этот напиток теряет свои вкусовые свойства, потому что сахар просто нивелирует вот те особенности чайной заварки, которые мы можем уловить, когда мы пьем чай без сахара. То есть его терпкость, его аромат. Этого всего, добавляя чай в сахар, мы, конечно, не улавливаем. Плюс еще все диетологи говорят о том, что количество сахара в нашем рационе должно неуклонно уменьшаться. А, к сожалению, если мы пьем чай с сахаром, а это, как правило, в день 3-4 чашки, а то и больше, соответственно, количество сахара в нашем рационе растет просто в арифметической прогрессии. Поэтому пить чай без сахара – еще один способ уменьшить количество сахара в нашем питании. И давайте сейчас очень коротко 2-3 добавки, которые идеально подойдут для чая в зимний период. Ну, сейчас на первое место я бы поставила, конечно, добавка имбирь, имбирный чай в нашем утреннем и дневном чаепитии вполне, потому что это иммунитет, это можно согреться. Ароматный чай, на втором месте лимон, и на третьем месте какие-то ягодные добавки. То есть сейчас сезон, когда мы можем спокойно использовать замороженные ягоды, глюква, брусника, наши традиционные ягоды. Этим мы не испортим чай, а только наоборот его обогатим дополнительным количеством аскорбиновой кислоты. Ну что ж, Ирина Ивановна, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, прояснили перед нами такую актуальнейшую тему, как чай. Ну а вы, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, неважно с чем. Главное, чтобы без сахара, потому что, как мы это выяснили, это вредно. И не переключайтесь, доброе утро. Доброе утро.